У нас же были заявления в ваш адрес, да? Мы хотим решить вопрос. Мы пришли обслуживать по плану, графику. Пришли и выявили, что у вас в доме установлены незаконные колонки. Жители доступ нам отключить колонки не дали. Никто не был против, они просто туда не пошли. Они пошли по пути на меньшего сопротивления. Это проще всего взять и отрезать газ людям. Споры между жителями и обслуживающей компанией идут уже вторые сутки. У каждого своя правда. Несанкционированные газовые колонки в этих домах были установлены еще в конце 90-х. Вот таким образом, прямо над газовыми плитами. Это явное нарушение, и жители с этим не спорят. Два дня назад к нам пришла газовая служба и отрезала нам газовые колонки. В нашем доме их пустили во все квартиры. Обслуживающая компания «Промгазэнергосервис» утверждает, что в доме номер три им не удалось попасть в несколько квартир. А там, где была проведена проверка, выявили утечки газа. Такая же ситуация возникла и в двух других домах, поэтому их незамедлительно отключили от газоснабжения. Согласно 410-го постановления о мере по обеспечению безопасности при использовании содержания внутри домового и внутри квартирного газа оборудования, есть статья 77. В случае поступления исполнителя, информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастных случаев, в том числе получения такой информации в ходе выполнения работы, оказания услуг, то, что вот мы пришли и обнаружили, обязан незамедлительно осуществить приостановление подачи газа без предварительного уведомления об этом заказчика. Люди целые сутки живут в спартанских условиях без газа и горячей воды. За помощью в решении проблемы они обратились в городскую администрацию, после чего представители местной власти и обслуживающей компании совместно с жителями обошли все 40 квартир и практически везде отключили газовые колонки, чтобы в кратчайшие сроки подать в домогаз. Для этого сотрудники газовой службы провели контрольную опрессовку газопровода. По давлению смотрим по падению. Если есть падение давления, значит в системе есть утечка, то есть она не герметична. Если падения давления нет, система герметична, можно осуществлять пуст газа. А дальше подключаем все приборы, и с каждым уже пускаем газ, и каждым прибором проверяем все плиты, естественно, на герметичность. Подобная процедура пройдет и в двух других домах, после чего и там газ должны подключить. В данной ситуации решена только часть проблемы. Сейчас люди остались без горячей воды. По мнению местной жительницы Екатерины Руденко, вопрос по подключению газовых колонок пока остается открытым. Просим как-то посодействовать в этом вопросе. Администрацию города видно. Особенно меня волнует судьба пенсионеров, которые 10-20 лет назад писали эти письма и могли заплатить деньги за установку газовой колонки официально, но им было отказано. На сегодняшний день они на пенсию, им не хватает денег, соответственно, заплатить они не могут. Мы-то можем, да, но как быть с ними? Накопившуюся десятилетиями проблему. Сегодня только можно решить одним способом, отключив колонки, подключив плиту, подключив газ, принимать уже следующее решение, следующие шаги для того, чтобы помочь жителям узаконить колонки. Другого способа пока здесь нет. По словам специалистов, сейчас во всех квартирах нужно провести технический анализ и проверку газовых колонок. Сделать это могут профессионалы Мособлгаза. К ним собственники жилья и должны обратиться, а затем выбрать компанию, которая официально в соответствии с законом произведет установку оборудования.